В субботу во Львове стартовал велопробег с участием людей с проблемами зрения. В течение 16 дней 40 человек преодолеют тысячи километров. Маршрута хватит 8 областей Украины. Крутить педали велосипедов-тандемов слабовидящие будут в паре с волонтерами. В нашем городе велопробег встретят 22 августа. Последнее приготовление перед дальней дорогой. Участники велопробега в предвкушении увлекательного путешествия. Семейная пара Одесситы Светлана и Иван Стрельцовы в прошлом году во время первого велопробега побывали во многих городах. В этот раз ожиданий не меньше. То, что нельзя потрогать, нам описывают видящие. То, что можно потрогать, руками мы трогаем. Например, мы в прошлом году были в Рогатыни, и сегодня мы тоже там будем, потому что первый день – это Львов-Рогатын. Мы там заходили в церковь, где венчалась Роксолана. И для меня просто эмоционально было необыкновенно там побывать. Проехать больше, максимально. Было бы здорово, чтобы весь от и до проехать. А доказывать людям, в первую очередь, надо себе доказывать. Прошлогодний велопробег охватывал области соседней со Львовской. В этом году маршрут увеличили. Добавилось и количество участников из разных уголков Украины – Львова, Одессы, Тернополя, Харькова, Житомира, Киева и Черкас. Всего 40 участников и 5 тандемов. Кроме того, что я я керменничем тандема, я подчас нашей подорожью рассказываю людям, которые сидят сзади, что происходит вокруг нас. Что мы видим, где мы проезжаем, что сейчас будет происходить. Они служат нашими глазами. Таким образом, едя в автобус или в автомобиль, мы не можем настолько познать, что нас окружает. А велопробег дает нам возможность ощутить, почувствовать, почувствовать свои силы. Для меня это, ну как, я понимаю, что я еще жива, могу, хочу и буду. Для меня это тоже такое спортивное мероприятие, которое продолжает укрепление моего здоровья. Потому что возраст идет, и если не заниматься, мы в связи с тем, что не видим, ограничены в движении. А это очень полезная кардионагрузка, которая тренирует и сердечно-сосудистую систему, и мускулатуру. И таким образом легче жить становится. Прошлогодний велопробег показал, что это мир равных возможностей и для слабовидящих людей, говорят организаторы. Первое, это показать незрячим, что он не может. Это, так сказать, пристолкнуть их, выйти из своих домов и начать жить активнейшим жизнью. А второе, это показать общество, что незрячие люди, они не должны сидеть в четырех стенах, что они могут жить полноценным жизнью, что они могут. Ну, все, как и на велосипеде в том числе. Организаторы проекта собрали более 34 тысяч гривен, чтобы в дороге был необходимый провиант и снаряжение. Проводить в дорогу участников велопробега уже по традиции пришел мэр Львова. Очень важно, чтобы все люди полностью жили, развивались. Мне очень приятно, что сегодня стартует велопробег, где большая количество незрячих, где и зрячие, и они разом два тижня будут путешествовать украинскими дорогами и доберутся до прекрасного города Одессы. Одесса, всем привет! В день участники велопробега будут проезжать в среднем по 100 километров с остановками на отдых и общение. Следующие после Львова пункты маршрута – Рогатина-Ивано-Франковск. В Одессу участники велопробега планируют прибыть 22 августа. Седьмого канала привет! Встретимся в Одессе!